Напомню, что мы решаем задачи из учебника математика 6 класса 2 Мерзляк-Полунский и Кирп, под номером 610. Итак, задача под цифрой 4. Объем бруска, изготовленного из две весины вишни, равен 800 см3, а его масса 528 г. Какова масса бруска, изготовленного из этого же материала, если его объем равен 1500 см3? Итак, четвертая задача. Что нас спрашивает, то мы и обозначаем х. Пусть масса бруска х грамм. Тогда составим краткое условие задачи. Итак, что мы знаем с вами? Что из 800 см3 материала изготовили брусок весом 528 г, а из материала объемом 1500 см3 изготовили брусок весом х грамм. мы можем составить два отношения. 800 см3 разделим на вес бруска. И тогда мы узнаем, какой объем должен быть материала, чтобы изготовить брусок весом 1 г. или на тот же самый вопрос мы можем получить ответ, если мы массу найдем 1500 разделим на х. Эти отношения показывают, сколько материала на изготовление 1 г бруска. Поэтому мы можем составить пропорцию. 800 так относится к 528, как 1500 относится к х. Воспользуемся основным свойством пропорции. Произведение крайних равно произведению средних. и тогда произведение крайних будет 800 умножить на х или просто 800х и равно произведению средних. 528 умножим на 1500. Можем воспользоваться калькулятором и найдем, что 800х равно 792 тысячи. Ну и теперь можем найти неизвестный множитель. Для этого произведения делим на известный. Пользуемся калькулятором и получаем 990. Таким образом, масса бруска, изготовленного из материала объемом 1500 кубических сантиметров, равна 990 грамм. Запишем. из материала объемом 1500 кубических сантиметров, изготовят брусок массой 990 грамм. Можем записать ответ. 990 грамм. Задача под цифрой 5. Из 45 тонн железной руды выплавляют 21 тонну железа. Сколько требуется тонн руды, чтобы выплавить 10 тонн железа? Пусть требуется х тонн руды. Что спрашивают, то и обозначаем через х. А теперь составим краткое условие. Если у нас с вами получают 25 тонн железа, из 45 тонн руды, а 10 тонн железа из х тонн руды, то мы можем узнать, сколько необходимо тонн руды, чтобы изготовить одну тонну железа. Для этого мы 45 делим на 25 или х делим на 10. Таким образом мы узнаем, сколько необходимо зима. Руды, чтобы выплавить одну тонну железа. Эти величины равны, поэтому составим пропорцию. 45 так относятся к 25, как х к 10. И вспоминаем основное свойство пропорции. Произведение крайних равно произведению средних. Или наоборот. Произведение средних 25 умножаем на х равно произведению крайних 45 умножаем на 10. И тогда находим х. Как найти неизвестный множитель? Нужно произведение разделить неизвестный множитель. 45 умножаем на 10. 450. И берем калькулятор. 450 делим на 25. Получаем 18 тонн. Таким образом потребуется 18 тонн руды, чтобы выплавить 10 тонн железа. 10 тонн железа. Можем записать ответ 18 тонн руды. Рассмотрим задачу по цифре 4. Площадь поля 480 гектар. Пшеницей засеяли 24% площади поля. Сколько гектаров земли засеяли пшеницы? Что спрашивают, то и обозначаем х. Итак, пусть х гектаров засеяли пшеницей. Х гектаров засеяли пшеницей. пшеницей. Возьмем площадь всего поля за 100%. И теперь мы можем составить краткое условие. Итак, площадь поля 480 гектаров это 100%, а х гектаров это 24%. как найти сколько, какая площадь одного процента? Нужно всю площадь разделить на количество процентов. То есть 480 деленное на 100 или х деленное на 24 это площадь одного процента земли. Одного процента поля. ну и так как у нас эти отношения равны, то мы можем составить пропорцию. Составим пропорцию. 480 так относится к 100 как х относится к 24. Ну и теперь применим свойства пропорции. Произведение крайних равно произведению средних или наоборот произведение средних равно произведению крайних, тогда 100х равно произведению 480 умножим на 24. Так как нам разрешается пользоваться калькулятором, то пожалуйста найдите эту величину и затем чтобы найти неизвестный множитель нужно произведение которое вы получите разделить на 100. Итак вы умножили 480 на 24 получили 11520 и разделили на 100 запятая передвинулась влево на 2 знака получили 115,2 таким образом 115,2 гектара засеяли пшеницей запишем ответ 115,2 гектара земли по цифре 7 за первый час автомобиль проехал 70 километров что составило 14% всего пути сколько километров составляет весь путь и так пусть весь путь составляет х процентов х километров пусть весь путь составляет х километров и возьмем весь этот путь за 100% весь путь за 100% и составим краткое условие и так 70 километров составляет 14% всего пути а х километров весь путь это 100% и так какая часть пути составляет 1% для этого мы мы километры делим на проценты и так 1% пути составляет и можно найти двумя способами либо найти отношение 70 к 14 или х к 100 получаем что эти отношения равны и составим пропорцию 70 так относится к 14 как х относится к 100 так как произведение средних равно произведению крайних то мы запишем это равенство 14х равно 70 умножить на 1000 70 умножить на 1000 можно без калькулятора это сделать это 7000 и теперь осталось найти неизвестный множитель для этого произведения 7000 нужно разделить на 14 возьмите калькулятор сделайте получили 500 500 таким образом весь путь 500 километров весь путь составляет или весь путь 500 километров запишем ответ 500 километров рассмотрим задачи под цифрой 8 1 2 12